всем привет друзья ну что у нас с вами осталось всего лишь один теннисный месяц после чего мы идем на небольшой перерыв но он придет очень быстро а пока мы с вами будем наблюдать и анализировать женский малый итоговый турнир джухая а для обзора в сегодняшнем выпуске я донный векич лично мои симпатии как треннисистки на стране донный векич мне нравится вести меняется как она в принципе себя ведет на корте но к сожалению хорватки массу проблем в последнее время хотя в единственном очном противостоянии векич как раз таки просто разгромила алена остапенко правда это было давненько уже шесть лет прошло да и мы с вами прекрасно понимаем какие бывают просто нелепые матчи в алены в любой момент с любой донесисткой тут просто рандомно она может проиграть любой сопернице и кстати говоря крайний матч был проигрыш абсолютно вот именно из этой категории однако если мы смотрим картину в целом за последнее время то там ну явно остапенко получше сильно получше результаты алена остапенко за последние десять матчей имеет пять побед и пять поражений а у векич 7 поражений всего лишь три победы причем алена обыграла таких треннисисток как пигула швентек александрова так что все же взвесив все за и против я понимаю что форма остапенко лучше на момент концовки сезона и наверное на такой турнир на настроиться основательно то есть да на мелких турнирах она может это просто повалять дурака и сыграть как получится то есть абы как а вы все-таки на итоговые пускай мало итоговый турнир она должна настроиться основательно а тут конечно я считаю что увеличить шансов ну очень мало поэтому мой выбор это небольшая минусовая фора в два с половиной дима на алена остапенко кто-то каждый так боится может просто сказать чисто беду алену правда там за меньше коэффициент таково было мое мнение данный матч друзья что вы думаете об этой встрече пишите в комментариях также что вы думаете об этом турнире в целом тоже пишите в комментариях обсудим у кого какие шансы но и не заграми у нас большой основной итоговый женский так же до скорого увидимся а